Сегодня я буду делать самый сложный макияж за всю историю моего канала. Пожелайте мне удачи, потому что косметика, которую я буду использовать, я вижу впервые. Я сверхразум знаю! Всем хай! Ребятки, короче, относительно недавно у меня была рассылка от бренда ШУ. Мне очень понравился этот бренд, потому что очень необычно выглядит их косметика. Я подумала, решила, что почему бы не снять полноценный обзор, учитывая, что многие в комментариях в телеге мне писали «Сними и проверь». Мы сегодня будем проверять эту косметику. В комментариях напишите, если вы ей уже пользовались, как вам. Если не пользовались, напишите, заинтересовало вас что-то или нет. Я знаю, что они продаются сейчас подружке, знаю, что это испанский бренд. Поэтому, короче, погнали в подружку, что-нибудь купим, посмотрим и пощупаем. Надеюсь, все будет классно. В общем, я пришла в подружку, чтобы посмотреть, что, где, как. И оказывается, что косметики ШУ в магазине просто очень много, целый стенд. Я нашла для себя безумное количество каких-то классных продуктов. Сейчас я все это наберу, и мы с вами будем тестировать. Кстати, когда я заходила в магазин, была акция «1 плюс 1 равно 3», и цены были очень приятными. В общем, я знатно закупилась, сейчас поехали домой, буду красить и все вам показывать и рассказывать. И оценим. На самом деле, из-за того, что эстетика у этой косметики очень интересная, у меня, смотрите, даже есть вот такая вот раскраска, где можно сделать себе варианты макияжа, ну и, возможно, даже кому-то нужно вдохновение. Тут есть всевозможные схемы-то тут. Захотелось, в общем, сделать что-то очень необычное, поэтому, конечно же, куда я обратилась в мой Телеграм-канал? Кстати, таким ненавязчивым образом я его рекламирую. Почему-то все еще не подписаны или не подписаны на мой Телеграм-канал, я не понимаю. Посмотрите, какие потрясающие там варианты макияжа мне предлагают. Собственно, один из них я и выбрала. Идеально подходит под ту эстетику, которую я бы хотела сегодня сделать в стиле татуировки. Правда, честно говоря, я не уверена, что я справлюсь с этим макияжем, и я сейчас абсолютно не иронична. Если я не справлюсь, это будет моя проблема. Снова обращаюсь к этому совершенно огромному пакету с косметикой. Это первый контуринг. После того, как я нанесла легкую базу, которая немного выровняла тон кожи, это контуринг. В коллекции представлен вот такой вот контуринг, поэтому давайте попробуем что-нибудь сделать и заодно его посмотрим. Я делаю контур абсолютно, как обычно, по своей схеме. Возможно, кто-то спросит, почему я делаю так, а не как-то иначе, потому что мне не нравятся скулы. Того, что я сейчас вижу, но я думаю, вы видите, это тоже очень легко растушевывается контур. Однозначно подходит тем, кто предпочитает делать естественные натуральные макияжи. Это прям класс, потому что его просто не видно на коже. Контур есть, но он настолько беспалевный, что я вообще в полном восторге. Это плюс. Этап второй консилер. У бренда есть два типа консилеров для тех, кто предпочитает полегче, и тех, кто предпочитает более стойкий вариант. Я нанесу буквально для начала пару капель консилера вот так вот, попробую растушевать пальцем, чтобы понимать, насколько он вообще плотный, чтобы не переборщить. Знаете, на что вы должны обращать внимание, когда выбираете себе макияжный референс, ну или то, что вы будете повторять? У нас у всех есть определенные черты лица, у нас у всех есть определенный типаж, у нас у всех есть определенная глубина посадки наших глаз, нависание век, вот это вот все. Когда мы выбираем с вами референс макияжа, особенно если это какое-то важное мероприятие, типа выпускного, ищите людей, которые на вас похожи. Они точно где-то в интернете есть. Как минимум, даже если человека на вас похожего нет, есть точно глаза, которые похожи на ваши глаза. Хотя бы глаза самой формы была похожа на вашу, потому что если вы пытаетесь перенести из чужой формы глаз на свои глаза, у вас все равно получится не так, как на картинке. Скорее всего, потом будете разочарованы. Что скажу про консилер? Все, что мне не нужно было, он перекрыл. При этом его вообще максимально не видно, и я пока что получаю больше вопросов, чем ответов, потому что я не очень хорошо понимаю, как работает тот факт того, что я наношу достаточно много, растушевываю пальцами, параллельно болтаю, и выглядит это абсолютно прекрасно. Короче, класс. На референсе, который я сегодня буду делать, у девушки достаточно тонкие, вытянутые и прямые брови. У меня сейчас форма бровей, видите, она улетает наверх. То есть, соответственно, чтобы делать их прямо, это, получается, нужно вот этот излом ломать, и значит, она будет шире в два раза. Поэтому я, скорее всего, просто продлю их наверх и сделаю такие раскосые брови. Есть карандашик для бровей. Здесь находится супер-мега-тонкий грифель. Начинаю прорисовывать, просто веду эту линию максимально прямо. По цвету очень натурально, под мои брови, которые достаточно темные, подошло идеально. Слушайте, угарно-неугарно, но карандаш по факту заявила о себе очень хорошо. Посмотрите, какая красота получается. Я не сделала практически ничего, но мне нравится, как это выглядит. Если вам для чего-то нужны более тонкие брови, смотрите, что делаем. Берем ваш карандаш, которым вы обычно пользуетесь. Если есть, чуть-чуть потемнее, вообще идеально будет. И просто вот так вот по центру, прям по центру проводите прямую линию вдоль всей брови. И за счет того, что у вас появляется вот эта вот зона, которая, ну, просто ровная, прямая и достаточно темная, и находится ровно посередине брови, визуально она как будто бы сплющивается вот так вот. Получается более тонкая бровь, хотя вы вообще ничего не делали. Честно говоря, мне безумно понравился этот карандаш. Я буду им пользоваться и дальше. Вы знаете, я так давно не снимала видео с обзорами на какой-то бренд косметики. Пожалуйста, скажите, вам интересно смотреть такие видео, или все-таки вы хотите смотреть больше развлекательный контент? Потому что, честно, хочу много снимать про разные бренды, рассказывать, тестировать косметику, потому что я поняла, что косметика это действительно то, что я очень сильно люблю. Это прям конкретно моя страсть. Даже когда я езжу в какие-то путешествия, первое, что я делаю, я бегу в магазины и смотрю разную косметику. Вот настолько. Итак, 4 средства для бровей. Написано, что он достаточно четкий, поэтому надеюсь. Маленькая кисточка очень удобная оказалась в итоге, потому что ты действительно можешь каждый волосок проработать. Посмотрим, насколько он будет стойкий, но пока что первое впечатление, я очень довольна. Все еще вот эти вот синие татуировки, которые на каждом продукте выглядят просто потрясающе. Китап 5. Контуринг и хайлайтер. Обычно я делаю контуринг после того, как я сделаю уже весь макияж, но сейчас я хотела бы сделать сухой контуринг до того, потому что я боюсь, что вот с этим вот огромным количеством средств я просто испогаю потом весь макияж, если как-то неаккуратно буду нос делать. Знаете, смотрите, что у меня здесь есть. Во-первых, зацените дизайн палеточки. Ну, он крутой, конечно, тут ничего не скажешь. Для начала я, пожалуй, возьму контуринг и продублирую те линии, на которые я наносила влажный контуринг. Все, отлично. Я беру плоскую кисть, полностью закрашиваю вот эту всю нижнюю часть моего носа. Я не знаю, как она правильно называется, но мне пятачок же, но как она называется? Я не знаю. Чтобы сделать нос тонкий, а здесь я бы хотела видеть прям тонкий нос, я примерно от середины носа начинаю рисовать линию, направленную кончику в форме треугольника, чтобы, ну, грубо говоря, по схеме это было вот так. Короче говоря, на кончике линии должны сойтись. Теперь оттягиваю этот контуринг вниз. Видите, нос стал сильно тоньше, при этом выглядит достаточно естественно. Цвет контура очень удачный, но единственный момент, он немного уходит в оранжевый, поэтому если у вас супер холодный потом кожа, то конкретно вот эта вот палетка для лица Труда Light 331, возможно, для вас окажется не совсем классной. Но мне нравится этот цвет, потому что как будто выглядит, как будто я сделал контуринг румяными. Хайлайтер на кончик носа. Причем кончик носа, по факту, находится вот здесь, но я вывожу линию чуть-чуть повыше, чтобы нос казался меньше. Также вот сюда вот на спинку, прям тоненько-тоненько линии. Итак, 6. Палетка теней. Еще раз хочу показать вам ее поближе, потому что палетка выглядит чем-то очень красивым. Возможно, вы удивились выбору оттенков, которые в этот раз у меня, потому что, да, не иронично, я планирую делать такие цвета. Что-то случилось на заднем плане, я пойду проверю. Что произошло? Что за страшные звуки? Мелкий кот-то все разлил. Я бы хочу сказать, что когда у тебя один кот, это классно. Когда у тебя один кот, на который у тебя аллергия, это уже не так классно. Но когда у тебя два кота, это очень классно, потому что второй кот все шкодит. Он просто шкодный кот. Вот это вот, да. Ну, потому что он в Далее, потому что родился в один день со мной. Внимание, палеточка теней красивые, профессиональные цвета. Во! Посмотрим, как это все будет смотреться на лице. Никакую базу я не буду использовать по той причине, что я ее... Ну, у меня ее нет. Для начала, несмотря на то, что макияж у нас моносиреневый в плане теней, я буду использовать вот такой вот оттенок, чтобы, во-первых, было более интенсивно, а во-вторых, чтобы запутрить всю вот эту зону. Когда вот таким образом делаешь тени, у тебя потом просто растушевка в миллион раз легче получается, и она более, знаете, такая воздушная. Ну, и, собственно, приступаю к сиреневой тени. Сначала я делаю очень легкий слой, еле-еле откасаясь кожи, чтобы, если что, можно было наслоить. Цвет очень красивый, очень хорошо растушевался по бокам, достаточно плотный, но при этом я нанесла его действительно тоже много. То есть, все-таки изначально, наверное, это подойдет больше для полупрозрачного покрытия, но если ты делаешь несколько плотных слоев, тогда да. В целом, честно говоря, мне кажется, как будто неплохой идеей все-таки взять более темный оттенок, все-таки добавить на нижнее веко потемнее чуть-чуть. Согласна, что так лучше? Пока я развожу всю эту мазню, знаете, хочу с вами поделиться таким моментом, который я за собой заметила. Когда я хожу куда-то с ярким, необычным макияжем, ну вот, сегодня я делаю достаточно необычный макияж, мне абсолютно комфортно даже днем в таком виде куда-то ходить. Ну вот просто комфортно и все. Но если я делаю, знаете, такой больше классический какой-то гламурный макияж, и куда-то иду, мне прям очень некомфортно. Мне хочется все стереть, смыть, не хочется, чтобы меня кто-то видел. С таким макияжем, даже когда смотрят как у кого-то очень странного человека, мне максимально нормально, комфортно, я чувствую себя адекватно. Если у вас тоже когда-то такое что-то было, расскажите, почему так вообще происходит, мне непонятно. Дальше я буду использовать румяна. Один более теплый персик, а второй холодный. Я буду использовать более холодный, потому что он прикольно с тенями стушуется, и в одну кучу все это будет классно наградить, чтобы все это перемешалось. Кстати, посмотрите, насколько пигментированные румяна. Очень насыщенные. Итак, чтобы повторить этот макияж, я возьму вот такой вот продукт, карандашик для глаз, и нанесу его прям на все нижнее веко. Когда я подхожу к внутреннему глазу, я эту линию сужаю, а внешнего я ее расширяю. Понятное дело, что сейчас все это буду растушевывать, и выглядеть будет вообще иначе. Бывает примерно таков. Этап 8. Подводка. Здесь у нас фетровый наконечник, и мне вот такими всегда удобнее рисовать. Я в целом даже кисти, если вам обратили внимание, предпочитаю брать с достаточно коротким ворсом, мне так комфортнее. Ну да ладно. Кто рисует достаточно тонко, и по объему, который он дает продукт, тоже найс. Теперь начнется момент, когда я буду пытаться это все нарисовать. Если я буду рисовать еще с комментариями, это будет на миллион лет, поэтому надеюсь, что у меня все получится сделать. Поехали! Сказала она, и все, у нее повалилось. Конечно же, какие-то моменты, которые я делаю не совсем четко, я консилером, очень тонкой вот такой вот кистью убираю. Консилер, естественно, тот же. Чтобы вот такие косяки были не так сильно заметны, когда консилер подсохнет, просто используйте оттенок теней, которого использовали до этого. В данном случае я просто сверху вот так вот забью сиреневым, и оно не будет так сильно палиться. Я, конечно, офигела это рисовать, но в целом смотрю на камеру и вижу только, что прошло 5 минут. Сейчас буду доводить его до идеала. Что могу сказать про подводку, пока выдыхаю? За счет того, что она жесткая и маленькая, реально достаточно удобно рисовать вот такие вот штуки. Несмотря на то, что это лютейший креатив, но реально удобно. Я, честно, думала, что будет вообще хуже, но в целом я ставлю этой подводке однозначный лайк. Просто восторг, вот это вот очень удобно. И линии, насколько я вижу, по схеме доходят аж куда-то вот сюда. Жесть. Ну что ж, пожелайте мне, ребятки, удачи, а я вот пошла линии рисовать. А вы что делаете? А, смотрите, наверное. Ну, кто ест, нам и приятного аппетита. Это, конечно, очень сложно, честно, но мне прям по кайфу. Я считаю, что этому глазу однозначно можно поставить лайк. Кстати, да, этому видео тоже можно поставить лайк. Почему бы и нет, если да? Возвращаясь к вам спустя миллион лет, я действительно потратила, ну, наверное, час, чтобы сделать это более-менее ровно. Было очень сложно. Надеюсь, я справилась нормально, и на камере это выглядит норм, потому что, ну, зеркало выглядит, честно, нормально. Этап 9. Туш. Такому мега-активному макияжу абсолютно точно нужна мега-активная тушь. И у меня вот такая вот тушь с совой, с татуировкой в виде совы. Я надеюсь, что она справится, потому что без хорошей туши здесь прям вообще не вариант. У туши вот такая вот форма. Но, короче, она не просто прямая, она как будто бы в стиле бесконечности знака. Слушайте, ну, как будто бы вообще все найс с этой тушью, если честно. Но туши можно поставить лайк. Этап 10. Макияж губ. Значит, смотрите, что у меня есть. У меня есть карандаши. Потом у меня есть вот такой вот карандаш-помада. Помада-карандаш, как правильно, я забыла. И, соответственно, блеск. Я думаю, что здесь губы должны быть достаточно темными, ну, в принципе, как на нашем референсе. Сейчас попробую добрать оттенков, которые я взяла. У меня, если что, оттенок, если вам понравится, называется 44 пепельно-розовый. Такой достаточно темноватый, несмотря на то, что обычно пепельно-розовый ассоциируется с чем-то более светлым. Но в данном случае это прям класс. Я буду делать губы более круглыми, более крупными. Чтобы это сделать, я рисую галочку. И сильно выхожу за уровень губ именно в галочке. Честно говоря, цвет абсолютно идеальный. Чуть темнее, чем мои натуральные губы. Поэтому за счет этого эффекта будет очень естественно, ну, относительно естественно выглядит техника увеличения, которую я вам сейчас показываю. Цвет, честно, просто мой новый краш. Вот серьезно. Карандаш, на самом деле, по своей структуре очень мягкий, при этом он достаточно жесткий. Я не знаю даже, как это получилось совместить, потому что ты рисуешь линию, и она у тебя выходит действительно ровной. Невероятно красиво выглядит. Дальше я возьму вот такое вот средство. Это, значит, двойная помада. С одной стороны, блеск матовый, который потом затвердевает на губах. С другой стороны, ну, прозрачный блеск, чтобы блестело. И, естественно, все это закрашиваю. Мне кажется, получается безумно красиво, честно. Итоговый результат. Пока что мой вердик таков, что косметика просто вауна. Я думаю, вы сами все видите. Очень красиво, легко с ней работать. Я прям в максимальном восторге. Я очень рада, что мне прислали этот подарок. Потом я очень переисполнилась, пошла, докупила какие-то продукты. И действительно, ну, мне прям вкатило. Могу поставить лайк. Ну, и посмотрите какое-нибудь другое видео с каким-нибудь другим обзором, например. Ну, например, вот с этим. Очень плохо. Фу! Мальчико! Где мой гель за 500 рублей? Это какая-то дичь. Опасный продукт реально прислали. Я в шоке вообще. Я заказывала себе одноразовый пинцет. И как? Похоже на пинцет? По-моему, нет.